Всем привет, уважаемые зрители, с вами Виге. Ну что, господа, Blizzard совсем недавно выкатили очередной свой новый план на следующий патч, а именно 8.3. Там действительно внушительный список, новые рейды, переработка аукциона, но что самое главное, они туда добавили две новые союзные расы, а именно мехагномы и вульперы. Да, именно так нужно говорить свой акцент, не вульперы, не путайте. Сегодня ночью был залит новый патч на ПТР, 8.3, поэтому мы можем зайти и посмотреть, что нас ждёт. Ну что же, давайте зайдём на новый патч и попробуем создать новую союзную расу. Итак, первые у нас попались вульпера, так уж и быть, начнём с них. Мехагномов потом посмотрим. Пожалуй, создадим вульпера-разбойника, так как хочется посмотреть на его анимацию в инвизе. Так, это у нас цвет кожи, создадим пока что мальчика, потом посмотрим деваху. Более рыженький, более тёмный, ух, какой лис, настоящий лис, белоснежный лис. Более тёмный и уж прям совсем тёмненький. Кстати, господа, а у вас нету желания уже рерольнуть своего персонажа в этого замечательного лиса? Я вот сижу и думаю, а может мне свою Торина в лисичку превратить? Хотя, с другой стороны, приду я к Артусу, Арта со смеха помрёт. Ко мне лиса пришла меня побеждать. Пишите в комментариях. Создание лица. А вот тут, знаете, смотрю на все эти лица и, честно, как будто пандарина в глаза рассматриваю. Пятнышки какие-то, глаза какие-то, особенно вот эти. Но есть что-то в них пандаринское. Хотя, возможно, они просто такие же, знаете, меховые и пятнистые. Создание ушей. Вот тут Близзард меня немножко удивили. Добавили побольше пирсинга. Есть длинные уши, причём вот эти вот абсолютно одинаковые. А нет, вижу. Тут добавляется с другой стороны одно единственное кольцо. Более короткие уши, уши без колец. То есть везде у нас есть уши длинные, уши с кольцами длинные. Уши короткие, уши с кольцами короткие. О, оу, оу, это же для пират, пират. Три кольца в одном ухе, более длинные уши и такие же без колец. Прямо как у охотника над демонов. Татуировочки. Да, сейчас везде мода пошла на татуировочки. Их тут всего три, без, полосочки и точечки. А вот это мне больше всего нравится. Создание лица. Только не лица, а мордочки в данном случае. Меняется по большей части только длинный нос. Допустим, более длинный нос на вот такой вот горбатый короткий. Более маленький, более средненький. И с улыбочкой. С замечательной, более вытянутым длинным носом. Прикольно, очень прикольно. Ну, естественно, я не забыл тех, кто любит играть за женский пол. Давайте быстренько пройдемся по цветам. Все те же самые цвета. Кстати, вот в белом, на самом деле, и в рыжем, ярком таком. Очень, очень хорошо смотрится. Мне прям нравится. Уши. Точнее, лицо, ребята, лицо. Панда, панда более хитная, более с пятнами. Сканопатая. Опять на панду похоже. И, в принципе, на это все. Вот в ушах есть очень много чего интересного. Короткие уши, замес вот таких длинных. И самое мое любимое. Вот оно. Веслоухое. Вы когда-нибудь видели, ребята? Веслоухого. Вот так вот. Только, кстати, у женского персонажа есть возможность сделать веслоухое. И вот такого пирата с половиной уха. Хочу заметить, у мужика такого нет. Узоры на лице, в принципе, такие же. Также без полоски и точки. Как у гепарда. Ну и морда абсолютно такая же мимишная. Длинный носик, короткий, сгорбатый. То есть, все то же самое. Так, ну что ж. Создали нашего хитрожопого Виги. И... О, да. Так, ну давайте. Вот чисто первое впечатление. Ваше первое впечатление от анимации. Ну вот я смотрю сзади. Честно хочу сказать, похоже на гоблина. Я не знаю почему, но как-то вот я смотрю на это все сзади. И похоже немножко на гоблина. Еще пока что мечи сбоку висят. Это все доработается. Будем не забывать то, что это у нас только ранее-ранее. О, господи, он делает сальто. Он делает сальто. Господа, он делает как ночные эльфы сальто. Так, хорошо. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по анимации. Первое, что я хотел бы, это танцы. Он показал пальцы в меня. Господа, я немножко не понимаю, что это за жанр танца. Если вы шарите, обязательно напишите в комментариях. Я не шарю. Что это такое? Он какие-то... Так, давайте быстренько посмотрим его озвучку. Допустим, флирт. А, о господи, о господи. Но вот, кстати, озвучки еще нет. Озвучки еще нет. Возможно, даже еще не добавили на английском. Да, у нас, ребята, еще озвучки нет. У меня никдотов. Не пока, не привет. Анимация есть. Вижу, очень хорошая анимация, ребята. Кстати, мы главное сейчас посмотрим. Это жест. Он показывает фак. А, осел, типа ты осел. Я понял, я понял. Так, что нужно дальше? Аплодировать. Понял, хорошо. Бешенство. Он должен, наверное, шипеть, как лис. Это встать, это сесть, это хорошо. Мускулы, мускулы. Ага, бицепсы. It's my biceps. Вот он, ладно. Слушайте, он очень эмоциональный. Он очень эмоциональный. Посмотрите еще раз на мускулы. Посмотрите, как у него проработана детализация лица. Вот это вот, видите, мимика, мимика. Вы знаете, с мимикой они реально постарались. Мое уважение. Поклон. Понял. Спать. О, господи, он хвост свернул. Вот это красиво. Вот это, ребята, красиво. Сесть. Так, где у нас тут смех? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А, а смех, кстати, озвучили. Похоже на какого-то Бармали из мультика. Так, умалять. А, ну, докатай широко не дотягивает. Ну, и, в принципе, все. Сесть. Да, да, вот и все. Ну, и самое главное, анимация. Ага, анимация у нас еще та же самая, видите? Не совпадает со скоростью. То есть анимация явно еще будет переделываться. Поэтому на этом можем пока что не смотреть. Так, а вот так будет выглядеть наш союзный маунт. Ага, гиена с собственной сеткой. И ее анимация. О, господи, как же колбасит. Особенно вот этот сзади фонарик колбасит. Он же, он физический. Сзади фонарик висит, он физический. Боже. Страшно. То есть, ну, да, ребят, сзади... Боже мой, как он... Как он сзади, как писюн сзади болтается. Ужасно, ужасно. Это надо немножко переделывать. Слишком сильно колбасит. Но так вообще в целом неплохо. Так, естественно, многим будут интересны их пассивки. Первое, это файл резист. Уменьшает весь получаемый урон от магии огня на 1%. Следующая способность. Вы можете разбить лагерь в этом месте. Можно использовать не в помещении. Применение 5 секунд. Дальше идет способность. Вы можете вернуться в этот лагерь. Применение 10 секунд. Время восстановления целый час. А именно, что вы понимали. Вы ставите лагерь в любой точке мира. И раз в час вы можете туда вернуться. Это офигенно. А вот эта способность, пассивка, очень офигенная, как по мне в ПВП. Да и возможно в ПВЕ. Первый урон, который вы получаете и потом входите в бой, не может составлять больше 5% от вашего максимального запаса ХП. То бишь, любой опен от разбойника, мощный выстрел охотника, пиво броса от мага, снимет вам только 5% ХП. Это офигенно. Следующая способность, которую я так и не понял, что дает. Сменить ваши выбранные трюки. Так, и куда вы это положили? Вот примерно как-то так она переводится. Применение 5 секунд. Восстановление целых 5 минут. Так и не понял, что это делает. Ведь по большей части в этой игре пока что все очень мало что работает. И финальное, это возможность что-то добавить из тела гуманоида к себе дополнительно в мешочке. То бишь, дополнительно какой-то лут на пассивке. Тоже очень офигенно. Итак, давайте подведем итог вульперов. Для начала весьма очень неплохо. То есть анимация уже работает, озвучки нет. Еще послушаем, какая будет озвучка. Правильные способности тоже криво работает или нет анимации. Это еще будем забывать то, что у нас еще новый патч. И все будет дорабатываться где-то 3-4 месяца. Все очень медленно. Из плюсов я бы добавил очень неплохая способность для пвп. Это когда первый опен. То бишь, вам хп всегда будут сносить очень мало. А также камень. Можно развить свой кемпинг. Поставить куда угодно собственный камень. И потом туда телепортироваться каждый час. Ну, смотрите. Вот вам пример. Допустим, вы кемпите какого-то редкого маунта, моба. Поставили туда телепорт. И каждый час вы телепортируетесь туда. Ага, не резнулся. И телепортируетесь опять назад домой или еще куда хотите. Очень удобно. Из минусов, но опять же, как это не для всех. А возможно, там для настоящих ордов. Зарг-зарг-зарг-зарг-дур все дела. Ну, господа. Боевые маленькие собачки. Против тауренов и стражников альянса. Ммм. Вов что-то кажется не туда катится. Но опять же, это не для всех. Итак, уважаемые. С вульперами покончено. Перейдем к мехагномам. Именно так их будут, ребятки, называть. Кто они у нас могут быть? Воины. Охотники. Разбойники. Жрецы. Шаманы не могут. Маги. Чернокнижники. Монахи. Друиды. Охотники. Надену. Афорители смерти не могут. Итак, я тоже начинаю создавать мужика. Любители девочек мы посмотрим потом. И я вижу тут уже колоссальный список. Но давайте все по очереди. Цвет кожи. Цвет кожи, господа, самый обычный. О. О. Жестянки серебристые. Стальные. И бронзовые. То бишь, по большей части меняется не только цвет, как можете заметить, но и цвет металла. Офигенно. Дальше у нас идет изменение лица. Пока что только нос меняется. То есть из всего, что мы видим, меняется только нос. И все, ребята. Ни глаза, ничего не меняется. Ну, немножко подбородок. Все, больше ничего не меняется. Прическа. А то мы тут все изича рассматриваем. Так. Сумасшедший доктор. Офигенный чупа-чупс. Какой-то мистер Диабло. Элвис. Анимешник. И все. Все. Вот и все прически. Так. Это у нас варианты изменения цвета. Ну, в принципе, стандартные. Абсолютно стандартные. Из-за того, что вот этот цвет начинает добавлять весьма очень неплохо смотрится. Хотя я бы обычно, как обычно, черного сделал. Борода-усы. Вот я усы убрал. И лучше назад вернуть. Ну, вот так-то лучше смотрится. Длиннусики. Короткие. Батлес. Синьор помидор. И более длинные. О-о-о-о. Да. Мачо. Ола, амиго. Ола. Так, а теперь перейдем к самому интересному. А именно, модификации. Такого я раньше никогда не видел. Итак, я снял все модификации. И вот так выглядит наш обычный гном с коричневыми глазами. Это металлические уши. Уши типа радиация. Уши. Просто большие уши. Глаза. Глаза и чебурашка. Глаза, уши и чебурашки. То есть просто... Ох ты, блин. Остальная череп... Киберпанк, пацаны. Киберпанк. Те, кто еще не призаказал киберпанк, могут тут создать свой собственный киберпанк. Так, модифицированные руки. Давайте сейчас посмотрим. Скелеты. С каким-то защитным механизмом. Просто тупо клешни. С клешни золотым механизмом. И модификация ног. А вот, то есть просто наколенники и нету наколенников. И вот, кстати, очень плохо они их закрыли. Я из-за создания имени не могу их посмотреть адекватно. Ну, просто наколенники добавляются, господа, и все. Ну, это уже прикольно. Это реально прикольно. Так. Теперь быстренько пройдемся к созданию женского персонажа. В принципе, все то же самое. Но смотрится на самом деле очень интересно. Знаете, как не киберпанк, а как девпанк. Как стимпанк, скорее. Очень интересно смотрится. Да, я, знаете, даже неправильно сказал. То есть это не киберпанк, это именно стимпанк. То есть все-таки паровые механизмы, старые шестеренки и все в этом духе. Вот это уже намного, кстати, лучше смотрится. В целом, кстати, скудненько, очень скудненько. Вот такие всякие причесочки есть. И все. Вот это стандартная гномика. Вот так вот. Вот так вот. Идеально. Думаю, так и создадим. Ну что, лучше имени я не нашел. И заходим, господа, заходим. Так. Нас закидывают куда-то в мехогном. Или где это мы находимся? Ладно, сейчас разберемся. Воу. Воу. У нас какая-то собственная стартовая локация с какими-то собственными квестами. Ладно. Давайте отойдем подальше. И первое наше впечатление. Ооо. Ооо, нет. О, нет. Какие-то кривоватые у нас маленькие ножки. Хотя, это же, по сути, просто маленькое тело с головой, без рук и ног. Господи, я только сейчас понял, насколько это ужасно смотрится. Ладно, хорошо. И инвиз. Да, инвиз. Инвиз у нас не работает. Хотя, господи, на маленького Джерри. И стома Джерри, похоже, вот это. Ну да. Так, ладно. Сейчас будем дальше смотреть остальные анимации. Так. Ну давайте потыкаем самые часто юзабельные способности. Сначала просто сесть. Так, а сесть у нас просто... А, все, нашел. Сидит. Ну, сидит просто как гном. Обычные прыжки. И танец. Ооо, а вот это шикарно. Что может быть лучше, чем меха-гному добавить танец робота в стиле техно? А вот за это за счет. Вот это реально за счет. Офигенно. Так, давайте посмотрим подальше. Спать. Просто лег. Просто кусок металла взял и прилег. Понял, принял. Хорошо, чмок. Знаете, у нее такие движения, вот именно вот как у роботов. Офигенно. То есть она так джих, джих, джих и хлоп, хлоп, хлоп. Прикольно смотрится, реально прикольно. Так, смущение. Смущение довольно плоское. Хорошо. Цыпленок. К-к-ре-ку. Очень, очень такие. Вот знаете, вот у них движение очень хорошо. То есть если у лиса мимика лица, то тут постарались с роботом. То есть оно все такое, знаете, вот очень отрывчатое. Классно, классно сделали. Вот реально колени. Знаете, такое, как будто у нее синдром Туретта. Она такая вся дерганая какая-то, сумасшедшая. Помахать. Четыре пальца на руке. Замечательно. Так, где у нас тут грубости, грубости. О, господи, господи. Ебяка-забияка. Я понял, ребята. Бяка-забияка. Давайте теперь посмотрим на ее пассивочки. И первая интересная способность. Это боевая аналитика. Во время сражения каждые пять секунд. Вы собираете и обрабатываете данные. А боя. Повышая свою основную характеристику на пятьдесят. Энфекции уберутся до восьми раз. В ней боя данные постепенно теряются. Очень зачетно. Следующая способность. Чем-то мне напоминает. Будет земле огонь у монаха. Вы вызываете три свои копии. И сражаются они несколько секунд. Довольно, кстати, плохо дамажит. А вот эта способность подойдет вообще всем. Мастеркрафт. Ваше тело действует как профессиональная навоковальня. Очаг для готовки пищи. И горна для плавки и минералов. Кроме того, ваши наконечности обладают всеми профессиональными инструментами. Жалко то, что профессии в игре убиты. Смотрелось бы очень хорошо. Следующая способность. Как второй шанс. Когда ваш запас хп опускается ниже 20%. Вы инстантно восполняете 20% от вашего максимального запаса хп. Эффект срабатывает не чаще, чем раз по второй минуты. Хм, зачетненько. И последняя способность, которую забрали у разбойников и инженеров. Это мастер взламывает замочки, двери и все в этом духе. Вплоть до 600. Возможно, для кого-то пригодится. Итак, господа. Это перед вами был обзор мехагномов и вульперов. Он почти полный. Так как мы еще не учтили тот факт, что со временем какие-то способности будут улучшаться, дорабатываться. Ну, вспоминайте, как было с ландарами. Поначалу они казались им бой, потом их понерфили. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу двух новых союзных рас, а также, что вы вообще думаете по поводу патча 8.3. Вся информация была взята с сайта Noob Club. Спасибо им за это огромное. Спасибо за подписки на мой канал, за ваши лайки и теплые приятные комментарии. С вами был ваш Виги. Еще увидимся. Всем пока.